На торгах в понедельник доллар возобновил снижение против всех основных валют, поскольку ФРС подтвердил, что сохранит в этом году объем ежемесячной скупки облигаций на уровне 85 миллиардов долларов. Большинство инвесторов ожидают теперь, что ФРС начнет сворачивать монетарные стимулы только в марте 2014 года. А это значит, что мировая финансовая система до этого времени будет наводнена долларами. Однако не только ФРС проводит сейчас мягкую денежно-кредитную политику и удешевляет национальную валюту. Европейский центральный банк также пообещал удерживать учетную ставку по евро вблизи рекордных минимумов. Более того, банк не исключил принятие и дополнительных мер финансовой поддержки экономики. В свою очередь и Банк Японии собирается предоставить своей экономике дополнительные денежно-кредитные стимулы. Таким образом, низкие ставки и наполнение рынков ликвидностью со стороны ведущих центробанков будут держать под давлением национальные валюты и усиливать интерес инвесторов к торговле высокодоходными активами. Тем не менее, несмотря на общую негативную ситуацию, евро на вчерашних торгах получил поддержку после сообщения агентства Reuters о перспективах проведения в Китае радикальных экономических и социальных реформ. Учитывая, что Китай является основным торговым партнером Евросоюза, эта новость вызвала на рынке всплеск оптимизма, в результате которого евро начал стремительно расти, а доллар остался под давлением. По итогам дня курс единой валюты сформировал новый максимум 1.3541, а затем начал корректировать предыдущий рост пары. В нашем прогнозе на вторник предполагаем разворот курса единой европейской валюты и возобновление снижения пары к ценовым уровням 1.3485, 1.3470, 1.3450 и 1.3423. Продолжение восходящего движения евро может стать актуальным только в случае пробоя вчерашнего максимума 1.3541 и закрепление валюты над ним. Целями движения в этом случае станут уровни 1.3570, 1.3600 и 1.3624.